Следующий вариант защиты от ударов ногами – это опережение. Для того, чтобы эффективно опережать атаки противника, вы должны обладать определенным опытом и боевым чутьем, так как вам нужно двигаться навстречу атаке, и в этой обстановке вы должны действовать четко и хладнокровно, и интуитивно чувствовать момент, когда вам лучше всего контратаковать. Существуют определенные правила, которые надо знать и соблюдать, но давайте обо всем по порядку. Когда противник атакует вас правым лоу-киком, то вы контратакуете правым прямым или правым боковым с шагом вперед. Очень качественный распространенный контратак. Противник атакует правым мидлом, и вы, чуть прихватив ногу, пробиваете встречный правый прямой. Также хороший контрприем, и благодаря ему вы можете отправить вашего противника в нокаут. Запомните, никогда не встречайте правый мидл левой рукой, так как вы рискуете пропустить очень сильный удар в открытый корпус. Также обстоит дело с левым мидлом. Его ни в коем случае нельзя встречать и опережать правой рукой. Лучше всего левую ногу опередить ударом левым сбоку с сайдстепом влево. Отличное противодействие атаке мидлом – это хороший и острый тип, причем как левый, так и правый. Если вы вовремя поймаете момент и нанесете разящий тип, то вы непременно выведете бьющего из равновесия, и он упадет. Очень здорово это выглядит, и вы зарабатываете преимущество. Если противник пытается вас запутать и делает обманные движения разножкой, и вы не знаете, какой ногой он собирается ударить, то не ждите удара, а просто пробейте тип опережения. Дальше мы разберем такую ситуацию. Что же вам делать, если вы провели удар ногой, а вашу ногу поймали? Это, в принципе, не очень хорошая ситуация. Но не все так плохо. Если вы будете знать алгоритм поведения в этих ситуациях, то вы можете выйти без потерь из этого эпизода и даже извлечь из него пользу. Противник поймал ваш правый мидл. Вы сразу, не задумываясь, бейте право ему в голову. Нужно действовать дерзко и напористо. Если человек, держащий вашу ногу, ошибется, то вы можете его нокаутировать. Теперь разберем еще одну ситуацию. Допустим, поймали вашу левую ногу. В этом случае вам надо развернуть ногу так, чтобы пятка уперлась в район печени. При этом согните ногу в колени и резко распрямите ее, оттолкнувшись от противника. Это действие надо провести очень быстро и четко. Еще одна техника, благодаря которой вы можете выйти из сложной ситуации. Когда противник захватывает вашу правую ногу, вы сгибаете ее в колени и резко сближаясь, стараетесь схватить его за голову. Удерживая голову, вы всем весом давите своей ногой на руки противника и нога выскальзывает. Если противник крепко держит вашу ногу, то используйте ее как опору и опираясь на нее, ударьте левым коленом в голову. Это высший пилотаж муай-тай. Когда захватывают ваш тип, то просто резко выдерните его назад или согнув колени, оттолкните своего противника. Удары ногами надо постоянно совершенствовать и ежедневно нарабатывать. Только тогда, когда каждый день вы будете наносить по 500-600 ударов, вы будете бить жестко и сильно. Вот так мы в бойцовском клубе «Ягуар» нарабатываем удары ногами.